МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Злоумышленник был задержан в течение суток. Это был первый его рабочий день в качестве курьера. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. 5 марта в Твери прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди представительниц коллективов Тверского регионального спортивного общества «Динамо». Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. В соревнованиях приняли участие 33 спортсменки из 11 команд. Стрельба велась из пистолета Макарова по неподвижной мишени с расстояния 25 метров из положения стоя с одной или двух рук. В результате напряженной борьбы первое командное место заняла команда ОМВД России по Тверской области. Второе место у команды УФСБ России по Тверской области. Третье у представительницы управления специальной связи и информации ФСО России по Центральному федеральному округу. В личном первенстве золото и серебро у представительниц УФСБ России по Тверской области. Бронза у сотрудницы регионального управления МВД России. Девушкам удалось показать высокие результаты, набрав 96, 95 и 94 балла из 100 возможных. С 27 февраля по 7 марта на площадке мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» в Твери проходит первый региональный фестиваль для молодежи «Ты сможешь и точка». Свои делегации на профориентационный форум представили школы со всего Верхневожья. Своей площадкой на фестивале представлено Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области. Предоставлена информация для школьников области, для поступления в образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний России. И также рассказываем об условиях оформления на службу в уголовно-исполнительную систему. Профориентационная работа – одно из важнейших направлений регионального ФСИН. Много лет мы проводим профориентационные мероприятия с кадетским классом. Это 16-я школа города Твери. А также кадровые службы и другие службы наших исправительных учреждений проводят профориентационные мероприятия по всей области. Во всех школах, во всех колледжах, в спортивных организациях области. У молодежи Верхневожья есть реальная возможность поступить в многочисленные вузы ФСИН России. Воронежский институт, Академия ФСИН России, Университет ФСИН России, Псковский филиал Университета ФСИН России, Вологодский институт экономики и права. И туда мы сейчас ведем профориентационные мероприятия по отбору кандидатов для поступления. На площадке форума сотрудники УФСИН организовали мобильный тир, где все желающие смогли потренироваться на меткость в стрельбе. А на большой сцене от регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний перед школьниками выступил кинолог со специально обученной собакой. Кинологи вместе со своими подопечными собаками будут показывать отработку нормативов по обыску багажа и обыску человека. Это показательное выступление школьники встретили на ура и сами с удовольствием участвовали в познавательном шоу.